Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины Сергей Гравский. Сегодня вместе с нами. Сергей, здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую, Вадим Рады. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на нехватку снарядов силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Скажите, пожалуйста, в сравнении с предыдущими неделями или месяцами, можно ли говорить о стабилизации положения дел на фронте? Относительно. Относительно нужно понимать, что противник все равно пытается использовать свое численное преимущество, поэтому на тех направлениях, где он видит вероятность какого-то успеха, он проводит просто отчаянные боевые действия, ведет наступление, и это приводит иногда к продвижению. И нужно понимать, что да, на сегодняшний день мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов. Выхода, как любят в последнее время говорить, стала трендом на оперативный простор. Это вряд ли получится, но тем не менее тактические успехи противник имеет на некоторых направлениях, и ситуация далека от того, чтобы назвать ее абсолютно стабильной, и далека от того, чтобы назвать ее ситуацией окупной войны. Поэтому говорить об окончательной стабилизации на линии фронта пока еще очень-очень рано. По поводу дефицита боеприпасов, о котором говорит Зеленский, американский ветеран и инструктор по штурмовым действиям в составе 3-й отдельной штурмовой бригады с позовным Джеки, говорит о том, что дефицит боеприпасов в Украине, который стал ощутимым после прекращения помощи США, позволяет России быть альфа-хищником на поле боя. Так, западные эксперты-разведчики считают, что Украина с начала войны часто оказывалась в невыгодном положении по вооружению, боеприпасам и живой силе. По его словам, украинские войска привыкли воевать с меньшим количеством артиллерии, чем российские войска, а также побеждать в России благодаря лучшей тактике и подготовке. Именно этим большинство наблюдателей объясняют то, что Украина смогла остановить Россию и отвоевать у нее часть территории на востоке, хотя имела гораздо меньшую армию. Да, абсолютно. Можно об этом говорить постоянно. Но, в общем-то, это, знаете, тот военный секрет, который я раскрываю очень часто, что война ведется всегда в условиях дефицита личного состава, вооружения, боевой техники, боеприпасов, материальных средств. Но, что касается ситуации украино-российской войны, здесь она более серьезная. Потому что, все-таки, знаете, я всегда повторял, что война выигрывает экономика. И, в общем-то, поэтому Россия имеет больше возможностей на сегодняшний день обеспечивать свои вооруженные силы. Мало того, она опирается еще на довольно серьезный запас еще советских времен. У Украины таких запасов нет. Поэтому Украине приходится маневрировать. Украинским силам обороны приходится проявлять чудеса героизма и оперативной виртуозности. Я бы сказал так, когда малыми силами, используя местность, используя основы тактики маневренной обороны, они не сдерживают наступление противника. И, когда появляется возможность, наносит удар. Ну и плюс нужно отметить, что мы прекрасно понимаем и можем предвидеть действия противника. Тактика его не сильно меняется. Основы оперативного искусства не сильно меняются. Поэтому можно даже с точностью буквально до метра предположить, откуда, с какой позиции они начинают наступление. И, в общем-то, нанести такой сосредоточенный удар по объектам противника. И уничтожить его наступательной поры. Разгромить их. Кроме того, нужно понимать, что сейчас новым фактором стала асимметричная война. А именно война дронов, которая позволяет Украине некоторым образом компенсировать недостаток боеприпасов. Я почему это именно так вот и произношу. Потому что нужно понимать, что да, развитие дроновых технологий позволяет Украине довольно успешно отбиваться в условиях оборонительных операций. Но этого будет недостаточно для проведения наступательных операций. И все-таки, давайте помнить об этом, мы об этом говорили в 1922-1923 году, огневая мощь артиллерии является основным средством достижения цели. Как бы там ни было, больше половины сейчас задача в него воздействия решается именно артиллерии. Поэтому в будущем при проведении наступательных операций мы должны понимать, что наше преимущество в артиллерии должно быть гарантированным. Также преимущество в воздухе. О ситуации на фронте давайте также поговорим, проиллюстрируем то, что происходит на некоторых направлениях. Российская армия продвинулась в Бердычах в Донецкой области, об этом сообщает. Украинский военный паблик Deep State. Бердычи находятся к северо-западу от Авдеевки. Ранее о продвижении в Бердычах писали и российские паблики, и западные военные аналитики. В свою очередь, Институт изучения войны сообщает также, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад Ивановского, под Бахмутом. Ну, абсолютно. Это то, с чего мы с вами начали. То есть, когда я говорил, что ситуация далека от стабилизации, я имел в виду именно это. Ситуация тяжелая в районе не только Ивановского, ситуация тяжелая в районе Часов-Яра, где противник практически подошел к окраинам города. Противник пытается и продолжает давить на других участках, и особенно тревожная ситуация складывается именно в районе Авдеевки. На запад Авдеевки, как вы упомянули, Бердычи. Противник занял Таненки и пытается активно прогуляться южнее Бердычей, что может создать угрозу нависания как над Глидаром, так и создать угрозу охвата с юга той группировки войск Украины, которая ведет оборонительные бои в районе Бердычей. Поэтому сейчас противник пытается продолжать наступление, используя просто колоссальные массы войск. Мы наносим удары, но, как вы понимаете, не всегда качество может превзойти количество. И засыпая наши окопы горами техники, горами своих трупов, противник все равно подвигается вперед. Кстати, в этой связи я остуживал пыл наших некоторых соотечественников, когда они говорили о выдающейся победе противника над противником в танковой атаке под Таненки. Когда танковый батальон противника пошел вперед, и по нему был нанесен серьезный удар. Удар-то был нанесен, удар очень серьезный, но даже те остатки этого батальона, которые сохранили боеспособность, сумели закрепиться на этом направлении. То есть нужно понимать следующее, что если для Украины критерием эффективности наступления является уничтожение военного потенциала противника, то для противника военный потенциал ничто, для него территория и все. Поэтому он готов класть на этих территориях свою технику и десятки своих солдат. Вот, в общем-то, что происходит на сегодняшний день. То есть пока вот количество, определяемое в том числе лимитом нашей артиллерии, оно как бы играет существенную роль на поле боя. Сейчас я также в фокусе внимания. Сергей Чаус, это руководитель городской военной администрации, говорит, что сложилась самая сложная ситуация за все время войны. По его словам, россияне усиливают обстрелы каждый день, что приводит к возникновению многочисленных пожаров. Российские паблики писали о том, что российская армия вышла к восточным окраинам Часов Яра. Украина этого не подтверждала по состоянию на утро пятницы 5 апреля. Ну, тут можно говорить многое бесконечно о том, вышли они или не вышли на окраины Часов Яра. Бои там идут, то есть нужно понимать, что никто не отрицает, что противник подошел к Часов Яру. А попытки зайти противника в городскую застройку, они как бы имеют место, их периодически отбивают. Периодически противник пытается пройти и закрепиться, то есть идет такой очень достаточно напряженный бой. В принципе, мы недалеки от того, чтобы допустить такое понятие, как уличные бои. Сами понимаете, вследствие количественного перевеса, уличные бои всегда более выгодны для российской стороны. Когда они создают массовое преимущество, количественное преимущество на определенном участке, просто выдавливает наше подразделение. Это первый аспект. Второй аспект, используя преимущество в огневом воздействии, противник просто раскатывает наши позиции. Знаете, тут многие думают, что если мы выкопали окоп, то это уже гарантирует успех. К сожалению, это не так, потому что, используя так называемую бульдозерную тактику, о которой мы неоднократно говорили, мы говорим о том, что противник просто раскатывает, опозносит, уничтожает боевые позиции. Сами понимаете, в воронках от снарядов или ПОП организовать оборону очень сложно. И как бы реконструировать инженерно-фартификационные заграждения и сооружения очень сложно так же. Поэтому это реалии этого боя. Я думаю, что мы будем наблюдать в ближайшее время такие отчаянные бои на этом направлении, потому что и украинская сторона, и российская сторона четко дают себя в том, насколько важным является час авиар, как для украинской, так и для российской стороны. Для последующих операций. Опять же повторюсь, речь не идет о каком-то там оперативном прорыве, для этого россиян сил нет. Но речь идет именно о таких тактических преимуществах, которые в будущем могут создать предпосылки для развития наступления на этом направлении. О происходящем на российской, на вражеской территории, опять же, по состоянию на утро пятницы, российские СМИ сообщают о около 60 взрывах Ростовской области, интенсивной работе ПВО, предварительно под атакой аэродром Морозовск, где базируются Су-24 и Су-34, которые пускают эти бомбы по пограничным областями, по ограниченным городам, и также пишут о том, что были взрывы в Ейске. Ну, это то, о чем мы с вами говорим. В последнее время мы отмечали следующее, что Россия нашла такое понятие, как вундерваффе, используя управляемые авиабомбы для нанесения ударов, как по военным позициям Украины, так и по мирной инфраструктуре и гражданским объектам. Поэтому мы говорим о том, что нужно найти средства уничтожения. Средства уничтожения такой угрозы, в общем-то, наличие авиации, которая в Украине, она очень ограничена, и соотношение самолетов, в общем-то, 1 к 10, если в общем-то, сами понимаете, полагаться на это невозможно. Есть еще опция Б. Опция Б – это уничтожение объектов на территории Российской Федерации, нанесение ударов по аэродрому. Как шутят мои друзья из авиации, при осмотре самолета, при выявлении, если при осмотре самолета выявляется некое отверстие непредусмотренной конструкции, то, соответственно, этот самолет не может взлетать. То есть речь здесь идет не только о таком развлечении, которое очень любят в Украине, горящий русский самолет на земле, даже если он будет поражен шопнельной частью, и будет поврежден корпус, этот самолет не может эксплуатироваться. Что также снижает эффективность российской авиации и позволяет нашим войскам стойко держать оборону. Пока мы можем наносить, к сожалению, только такие удары. У нас недостаток средств дальнобойного поражения. Но, в общем-то, это показывает, что Украина далека от идеи того, чтобы сдаться и прекратить вооруженное сопротивление. Мы активно наращиваем наши усилия по нанесению ударов по объектам противника на российской территории. А что же хваленое российское ПВО? Вы знаете, я много раз говорил, вы можете уже посмотреть, я всегда говорил, что у России есть огромное преимущество, это расстояние территории, которое, в принципе, оккупировать невозможно. И у России есть огромный недостаток. Расстояние территории, которое прикрыть просто физически невозможно. То есть не существует в мире. Даже если забрать в мире все системы противовоздушной обороны, прикрыть каждый объект на территории России невозможно. Сейчас они играют в игру, известную давно в народе, как высказывание «Тришкин-Кафтан». То есть ударили в одно место, они сосредоточили, потом наносится удар в другое место, они пытаются сосредоточить. То есть это ПВО, как пожарная команда, носится от одной локации к другой, пытаясь прикрыть все, что они могут сделать. Все, что могут прикрыть. Но им не всегда это удается. Нужно понимать, что в любом случае противовоздушная оборона России будет напоминать душлаг, через который все равно будет просачиваться вода и наши ударные системы. И несмотря даже на вот это обстоятельство, им мало в своей территории, хочется еще, хочется больше, больше. Ну в этом и суть того субъекта международного права, который сегодня называется Российская Федерация. Где-то я встречал такую информацию, что начиная с 1613-го по 1913-й год, Россия каждый день перерастала, по-моему, 20 или 30 квадратных километров. Каждый день. То есть это принцип государства, который создавался там, исключительно занимались экстенсивным развитием, переводимым на доступный язык, грабежом, захватом соседей, уничтожением соседей, захватом их земель, русификации этих земель, так называемых, что, в общем-то, и сейчас стало основой политики Российской Федерации. Что еще раз говорит, что существование такого субъекта международного права в тех границах со столицей Москвы это очень опасное явление для всего окружающего мира. Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России возможно привели к нарушению работы более 15% мощностей страны. Об этом сказал главный агентство «Ройтрос» на условиях анонимности. Как отмечают журналисты, в течение последних месяцев украинским силам удалось атаковать российские НПЗ, энергетические объекты. При этом некоторые удары были нанесены более чем на тысячу километров от линии фронта. Цифра, она предельно убедительна. Кому-то может показаться, что 15% это мало, но дали воды, несмотря на то, что якобы Соединенные Штаты Америки, но мягко говоря, неприветствуют ударов у российских НПЗ. Давайте начнем с конца. Слышал ли кто-нибудь заявление, хотя бы какое-нибудь, от официального Вашингтона, от официальных представителей Белого дома, Сената, Палаты представителей, правительства Соединенных Штатов? Я, например, не слышал. Были заявления посла американского при ООН? При ООН. Ну, при ООН они как бы могут такое говорить, но не более того. Второе. Чисто с практической точки зрения, Америка, наоборот, должна приветствовать нанесение ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Скажите, пожалуйста, кто пользуется в мире российским бензином или гестопливом? Ну, очень ограниченное число стран. Таким образом, отсутствие средств переработки объективно снижает возможности переработки и объективность давит на Россию необходимости продавать большие объемы нефти, потому что хранить ее особо негде. А продажа больших объемов нефти, это объективно ведет к снижению цены. То есть, говорить о каком-то кризисе, даже мне, человеку, далекому от экономических основ, имеющему какое-то общее представление об этом, достаточно сложно. Я не буду убежден в том, что это нарушает баланс интереса. Что касается того, что много это или мало, ну, в общем-то, как я уже говорил, в России есть преимущество расстояния и беда расстояния. То есть, при нарушении технологических процессов на территории европейской части России, бензин и другие нефтепродукты необходимо будет завозить с более дальних регионов. Более дальние регионы обозначают более дальнюю логистику, рост цен, ограничения в поставках и другие сопутствующие трудности. Играет ли это нам на руку? Да, безусловно. Потому что удлинение плеча логистики усложняет подвоз этих компонентов введения войны. А нефтепродукты – это, как говорится, кровь войны, без нее сейчас война не ведется. И это сводит на нет, в общем-то, возможность противника вести боевые действия. Сейчас это не случится. К сожалению, у нас есть еще один фактор, который называется фактором Беларуси. Украина не наносит удары по белорусской территории. Но нужно понимать, что, в общем-то, даже эти 10-15 процентов, они являются достаточно существенным ударом. А Лукашенко собирается воевать? Лукашенко собирается воевать, но, тем не менее, нужно понимать, что Россия – это не только война. Россия – это еще потребности сельского хозяйства, особенно сейчас. Россия – это также потребности, как бы граждан Российской Федерации. Уже сейчас на некоторых заправках мы видим первые признаки того, что отпуск нефтепродуктов ограничивается. Пусть пока для не граждан Российской Федерации, но, тем не менее, это первый заночек. Я надеюсь, что нанесение более сильных ударов по объектам нефтепереработки будет на пользу Украине. Я бы сюда добавил обязательно еще нанесение ударов, необходимость, суровую необходимость нанесения ударов по объектам энергетического комплекса. То есть, то, что делает Россия у нас, мы должны зеркально отвечать по территории России. Напомню, в интервью за Вашингтон-Пост Зеленский сказал, что Штаты недовольны ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Зеленский общается с Байденом, с Блинкиным, с Салливаном, вот пообщался с Майком Джонсоном, методом исключения. Кто из них может быть недоволен? Понятия не имею. Я, по-моему, был предельно краток и понятен в плане того, насколько это недовольство не имеет какой-то серьезной подоплевки. Трудно сказать, кто имеет, ну, скажем так, недоволен может быть тот, кто имеет прямой явный интерес и заинтересованность именно в продаже именно российского бензина, дистоплива, мазута и прочее. В другом случае я, по-моему, был предельно ясен, объясняя, как работает эта схема и почему, наоборот, США должны приветствовать нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. По поводу, кстати, Джека Салливана, советника Байдена по вопросам национальной безопасности, многие так взбудоражили его слова о том, что Россия нанесет первый ядерный удар по территории Соединенных Штатов, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь. Ой, вы знаете, горе от ума есть такая фраза, я бы сказал, что здесь об этом, потому что Джек Салливан, по-моему, несколько эмоционален в своих выводах, потому что он, в общем-то, говорит то, что может иметь место, но в точке зрения здравого смысла вряд ли произойдет. Потому что, повторяю еще раз, я много раз об этом говорил, что мир на сегодняшний день создал очень серьезную и эффективную систему контроля над всеми ядерными объектами и малейшее изменение в алгоритме эксплуатации любого объекта мгновенно зафиксируется, мгновенно оценивается и делаются соответствующие выводы. И, скажем так, по неформальным каналам идет обмен информацией по этому поводу. Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты должны страдать там или переживать за угрозы того, что по ним будет нанесен удар, ну, вряд ли приходится. Потому что это не о том, если сейчас Украина показала, реальные боевые действия показали, насколько эффективна может быть разведка и пресечение попыток нанесения ударов баллистическими ракетами, то в тактической перспективе, то в стратегической перспективе, я думаю, что системы противоракетной обороны будут тоже достаточно эффективным средством, если вообще дело до этого дойдет. И повторюсь еще раз, Российская Федерация никогда, никогда, никогда не проводила испытаний и тестирования своих ядерных боеприпасов. Да, они проводили учения ядерных сил, но в этих учениях ядерных сил ни одного пуска реального боеприпаса, ни одного взрыва произведено не было. В переводе на доступный язык это означает, что Россия даже понятия не имеет, в каком состоянии фактически находятся их боеприпасы, насколько они боеспособны. Говорить о том, что в таких условиях кто-то рискнет применять их, ну, будет, можно допустить, потому что мы понимаем, с кем мы имеем дело, но это, в общем-то, из теории очень малой вероятности. Россия готовит летнее наступление, которое начнется в мае-июне, но оно не будет сосредоточено на Харькове, считает глава Центра противодействия дезинформации СНБО. Андрей Коваленко, по его словам, группировки в 350 тысяч россиян для наступления на Харьков не существует в природе, а признаков подготовки и логистики для этого нет. Говорит он о том, что не может взяться из воздуха сотня тысяч военных. Полагает, что Россия будет наступать на уже активных участках фронта под Угледаром, Бахмутом, в сторону Краматорска и Славянска. Параллельно россияне прощипывают нашу оборону у Синьковки и, если мы говорим в целом, Купинское направление. И Коваленко также говорит, что к этому сценарию ВСУ готовы, действия России, они достаточно предсказуемы. Ну, это то, о чем я говорил. Мы, как бы, пометуя о том, с кем имеем дело, и, в общем-то, я учился по тем же самым учебникам, по которым учились теперь уже старшие и высшие команды российской армии. Мы понимаем их алгоритмы действий. Я полностью поддерживаю высказания уважаемого коллеги, потому что не может из воздуха появиться армия, которая может угрожать городу. То есть в информационной сфере, да, эти баталии могут разворачиваться. В информационной сфере российские оккупанты могут взять Киев за три дня или захватить Одессу. Но, простите, в практической сфере, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения материальных показателей, на сегодняшний день это и в ближайшей перспективе это невозможно. Даже 100 тысяч солдат, даже один солдат должен пройти определенный цикл. То есть мобилизации, распределение воинской части, так называемый мобилизационный этап, потом оперативный этап, когда он учится чему-то, восстанавливается и навыки. Потом распределяется в части, на части перемещается и так далее и тому подобное. Здесь действует фактор времени. Если мы действительно говорим о вероятности наступления россиян на Харьков, например, в мае, в июне, то уже слишком поздно. Повторюсь еще раз. Мы наблюдали сосредоточение российских войск вдоль наших границ, начиная с конца марта 2021 года. Фактически год противник сосредотачивал на сегодняшний день, как мы можем уже сегодня говорить, достаточно небольшую группировку войск общей численности до 200 тысяч в течение почти 10 месяцев. При этом мы тогда еще утверждали, что это не может привести к полной оккупации Украины с военной точки зрения, потому что, опять же, Андрей Говоренко об этом говорит, элементов развертывания логистики в вопросах технического, медицинского и других видов оперативного, технического обеспечения мы не видим на этом направлении. Тем более, что у россиян здесь четко определенная цель, а именно захват Харьковской и Луганской области, и к этой цели они будут стремиться. Эту задачу им никто не отменял. Ян Столтенберг, генсек НАТО, допустил два сценария развития войны в Украине. Говорит следующее, наши союзники могут мобилизировать еще больше поддержки, Украина будет в состоянии восстановить свою территорию. Другой сценарий, мы не сможем так сделать, и есть риск, что Россия захватит еще больше территорий. Это тот случай, когда третьего сценария попросту нет? Да, это тот случай, когда третьего сценария попросту нет. Потому что нужно понимать, что война вошла в ту фазу, и Россия вошла в ту фазу, когда она хочет или все, или ничего. Но то, о чем я сегодня упоминал, иллюстрация относительно атаки России на отдельных участках, а именно атаки танкового батальона, это, в общем-то, есть подтверждение слов Столтенберге. Россия может, накопив определенное количество ресурсов, собрав силы, броситься в отчаянное наступление, потерять значительную часть этих ресурсов и прорваться еще на какую-то территорию. Ну, в частности, мы можем говорить так, фантазируя о негативном сценарии в районе Луганской и Донецкой областей. Ну, на этом, в общем-то, все. Потому что дальше они вряд ли смогут пройти, в силу того, что надрыв своего боевого потенциала для России будет очень суровый. И они вынуждены будут останавливаться. Украина все равно не собирается сдаваться, потому что мы четко понимаем, что стоит за продвижением российской армии вперед. То есть уничтожение физического уничтожения каждого украинца и уничтожение самого понятия украинства. Поэтому бои носят такой отчаянный характер, несмотря на преимущество России в силах и средствах. Опять же, мы прекрасно понимаем, что наши западные союзники не смогут, у них не получится уже просто оставить Украину без поддержки. То есть помощь какая-то будет идти. Здесь вопрос будет... Вот сегодняшний момент, в общем-то, является таким ярким иллюстративным примером так называемого негативного сценария. То есть на сегодняшний момент помощь наших западных союзников окончательно не остановлена. Она продолжается и будет продолжаться. Мало того, мы четко понимаем перспективу получения авиации, пусть небольших количеств, к сожалению. Но этому есть и объективные, и субъективные причины. Но Россия не сможет прорваться в любом случае, потому что есть, конечно, в конце концов даже такие водные преграды, как Днепр. То есть в самом страшном сценарии мы рассматриваем вероятность отходов за Днепр, но дальше россиянам пройти не удастся. Но по-физически они не смогут этого сделать. И это так бы завуалированно преподнес нам сегодня Столтендер на сегодняшний день. Как ситуация будет развиваться, посмотрим. Всегда говорят, что между очень плохим и очень хорошим сценарием есть промежуточные. Но на сегодняшний день такие сценарии не просматриваются. В НАТО, к слову, приняли решение создать миссию в Украине. Сразу же заявили и подчеркнули, что это не связано с ведением европейских, и не только европейских войск на территорию Украины. Чем будет заниматься эта миссия и что означает это решение? Ну, вы знаете, я могу предположить только одно. И вы знаете, это только создание фонда в 100 миллиардов долларов для многолетней поддержки Украины. И сами понимаете, что такие средства, которые будут аккумулироваться в интересах Украины, нуждаются как минимум в менеджменте и управлении этими средствами и ресурсами. Естественно, управлять этими средствами из Брюсселя достаточно сложная, невыполнимая задача. То есть необходимо глаза и уши, которые будут ответственны за эффективное использование этих средств и ресурсов на территории Украины. Логично, что НАТО будет усиливать свое присутствие, но опять же с целью управления этим проектом, проектом поддержки Украины. Плюс я абсолютно уверен в том, что именно вот этот проект поддержки Украины, как многолетний проект, он связан с тем, чтобы привести украинские силы обороны и привести, в общем-то, Украину к состоянию, когда прием ее в НАТО не будет вызывать никаких вопросов. Это долгий многолетний процесс, кропотливый процесс, но, в общем-то, эта миссия только позитив, если можно сказать, в нашем деле, в нашей ситуации, что позволяет нам с уверенностью смотреть вперед. Чтобы не допустить катастрофического поражения украинской армии, Британия, Франция и страны Северной Европы уже готовятся к отправке войск в Украину. Об этом заявил консультант Госдепа США Эдвард Лютвак. Странам НАТО вскоре придется отправить солдат в Украину, иначе они должны будут смириться со своим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже потихоньку готовятся к отправке войск, как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала, которые могут оставаться вдали от линии фронта. Это позволит снять с украинской армии часть нагрузки в тылу и отправить больше украинских военных на фронт. Макрон, конечно же, пробный шар запустил, но кто бы мог подумать, что развернется именно такая дискуссия. Ну, вы знаете, это пока на уровне дискуссий. Решение это очень сложное, очень ответственное решение, и поэтому пока я рассматриваю это именно в формате дискуссии и возможного планирования действий. То есть, что если, как будет поступать в случае если и так далее и тому подобное. Пока это, в общем-то, на уровне разговоров. И самое главное, нужно понять, какое количество денег нужно будет в каждом конкретном случае. Сами понимаете, деньги из воздуха, как и солдаты не берутся, их откуда-то надо взять. Чем-то необходимо будет пожертвовать. На какие жертвы готовы будут пойти наши западные союзники, пока не ясно. Необходимости, кричащей необходимости в том, чтобы сейчас прямо отправлять войска, тоже нет. Но, как любые политики, такие как Макрон, представители Великобритании, Германии и стран Северной Европы смотрят в будущую перспективу. Что будет если? Опять же, почему заинтересованные стран Северной Европы так велика в данном вопросе? Ну, потому что я об этом говорил много раз, что не обязательно речь идет о войне только против Украины. Мы видим ту риторику, которая сейчас просто блистает, так называемый президент Белоруссии Лукашенко, интенсивность той боевой подготовки, которая ведется именно уже возле границ Литвы, в частности, именно Литвы. Поэтому предположить, что экспедиционный корпус сил НАТО будет находиться на территории Украины в случае серьезного обострения или военного конфликта уже на территории Балтийских стран, мы вполне можем. И это будет абсолютно логично, потому что тогда уже война перейдет в совершенно другую фазу. И мы вынуждены будем бороться, вернее, наши союзники вынуждены будут войти в войну уже плечом к плечу с украинскими солдатами. В таком случае, да, лучше иметь уже расчеты и возможные варианты развития событий заранее, а не заниматься импровизацией уже в ходе того, что произойдет. Военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины Сергей Гравский был сегодня вместе с нами на Политеке. Сергей, огромное вам спасибо за этот разговор, за этот эфир. И также я благодарю всех наших зрителей, слушателей и наших подписчиков. Оставайтесь вместе с нами, берегите себя. До свидания.